Смотрите первыми в программе Утро Первых. Откуда в наши дни берется туберкулез и что делать, чтобы он не стал угрозой для любого из нас, будем выяснять с дежурным доктором. Разминка для вашего интеллекта. А кто такой гений? Уникам, светило, первооткрыватель? Владимир Журавлев даст ответ не только на первый вопрос. Модный привет из соцсетей. Марина Васильева подскажет, кто на этой неделе оказался в тренде. Заряжаемся позитивом с самого утра вместе с Юрием Галаяном. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой Утро Первых. Пришло время поширя раскать глаза, улыбнуться друг другу, ведь сегодня у нас 24 марта. Между прочим, международный день борьбы с депрессией. Это значит, что мы приложим все усилия, чтобы избежать этого состояния и поднять ваше настроение. И начинаем наш эфир традиционно с самых важных и актуальных новостей. Роспотребнадзор перенес всероссийские проверочные работы с весны на осень. Вместо периода с 15 марта по 20 мая по новому расписанию их проведут с 19 сентября по 24 октября. Причиной назвали риск распространения коронавируса. Сообщается, что решение принято по согласованию с правительством. Педагогическое образование вошло в тройку лидирующих направлений, которые выбирают абитуриенты. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что к 2024 году в школах России планируют открыть 5000 профильных педагогических классов. Также и в нашем регионе откроют такие же классы, которые будут не только педагогическими, но и с уклоном на психолого-педагогический профиль. Российская школьница Евгения создала робота для исследования ИЛО с одной океаном. Он пригодится климатологам и экологам. Робот поможет установить причины изменения климата и оценить уровень загрязнения моря. Женя сама спроектировала, распечатала на 3D-принтере, собрала и настроила электронные компоненты робота, а также написала программу для управления. Сейчас океанологи анализируют донные отложения вручную. Сперва на борту судна, а затем на берегу. Российские ученые разработают космического повара. Это будет пищевой 3D-принтер. Устройство возьмет на себя всю грязную работу при готовке. Из тюбиков уже давно никто не ест, космонавты зачастую питаются блюдами быстрого приготовления. Устройство поможет разнообразить меню космонавтов. Прототип космического повара рассчитывают собрать до конца этого года. Использовать его можно будет не только на орбите, но и дома. Тем временем наши студенты готовятся к покорению космоса. МГТУ имени Баумана совместно с Роскосмосом провели конкурс «Победой станет посещение Байконура». Что расскажут участники космического десанта, мы узнаем прямо сейчас из беседы Дмитрия Петрухина с людьми, которые прикоснутся к космосу. Всем доброе утро! Это «Утро первых». На днях прошел легендарный запуск трех выпускников МГТУ имени Баумана на Международную космическую станцию. Причем в Бауманском старте участвовали и студенты. А вот какую роль они играли непосредственно и как им удалось прорваться в святая святых на космодром Байконур, мы сейчас узнаем, ведь на связи с нами участники космического десанта под руководством своего куратора Марина Добринец. Доброе утро! Доброе утро! Марина, Никита и Кристина. Начнем с самого простого. Никита, Кристина, на каких факультетах вы обучаетесь, на каком курсе? Я обучаюсь на факультете специальной машиностроения. Так, Никита? Я обучаюсь на прибыль строительной факультете на шестом курсе. Вот интересно, как вам удалось прорваться на Байконур? Что это за интереснейшая акция такая была от университета? Марина, наверное, вы расскажете. Да, давайте расскажу. Совместно с Роскосмосом мы запустили в этом году действительно беспрецедентный проект. Из полутора тысяч обучающихся на целевом направлении наших студентов, мы выбрали пять счастливчиков. Они прошли специальные этапы отбора. В этом процессе участвовали и предприятия, которые направляют своих студентов на обучение по целевому и Роскосмосу, и МГТУМИ Баумана. Ребята собеседовали, писали эссе, снимали видеоролики. В общем, рассказывали о том, почему именно они должны полететь на космодром. После этого у них было увлекательное путешествие в Центр подготовки космонавтов, где они тоже проявили себя и показали все лучшие свои навыки. И, собственно говоря, космонавты присоединились к нам и помогли нам отобрать тех самых пять счастливчиков, которые отправились на Байконур смотреть за запуском нашего экипажа Бауманского. Никита, что поразило вас, когда вы проходили обучение в Центре подготовки космонавтов? Ну, могу же сказать, что больше всего впечатлило. Пожалуй, я всегда очень хотел пообщаться с космонавтом, тем более тем, кто летал уже в космос. Поэтому вот предоставили уникальную возможность сделать, задать все вопросы. Было очень классно. Сам старт, как вы мне уже сказали, за кулисами, он проходил в вечернее время. Вот старт прошел успешно? Да, старт прошел. Очень стремительно все произошло. Что поразило вас больше всего во время старта? Какой момент вам запомнится на всю жизнь? Мощнейшая вот эта вспышка яркая, поскольку темно, было хорошо видно, мощнейший звук, вибрация, ну, все, как при пуске происходит. Все очень ждали, волновались, поэтому ожидания оправдались, скажем так, вполне. Ну, на самом деле, да, Никита описывает именно ту ситуацию, потому что, когда поднимается ракетно-носитель вверх, там получается такая мощнейшая волна и звуковая, и вибрация идет. То есть это и, так сказать, поражает всех тех, кто наблюдает настоящие старты. Марина, расскажите, вот в чем была основная роль ребят, которые поехали непосредственно на пуск? То есть им дали поучаствовать в отчете 10, 9, 8, 7, и так до нуля, и дать старт, и повернуть ключи стартовые, или просто дали только понаблюдать? Ну, стартовые ключи, они еще, наверное, не готовы поворачивать для таких полетов. Поэтому я думаю, что это хорошее будущее для ребят. Но самое главное, что они все учатся на космических специальностях сейчас, и поэтому для их образовательного трека, для их профессиональной деятельности дальше, я думаю, что это была уникальная, интересная возможность принять непосредственное участие в подготовке полетов, потому что интересен ведь не только сам запуск, который происходит буквально в считанные секунды, очень интересен весь день стартовый, потому что идет такая комплексная подготовка, шаг за шагом, мы наблюдали, как космонавты одеваются, мы участвовали в такой беседе, вот этой последней с семьей, когда, ну, крайней, да, так принято, перед пуском, когда все желают и говорят теплые слова космонавтам, и говорят о том, что им будут очень ждать. Мы изучили технические особенности, у нас была возможность буквально посидеть в спускаемом аппарате, в таком же, в котором возвращаются космонавты. Я думаю, что это было интересно, познавательно, и в том числе, ну, много даст ребятам в их будущей карьере. Кристина, вот только что Марина нам сказала о том, что вы все, так или иначе, обучаетесь на специальности, которые связаны с космосом. Вы планируете свою жизнь связать с космонавтикой? Конечно, планирую. Мы все победители конкурса «Космический десант», обучаемся по целевому направлению от Роскосмоса. Поэтому у нас уже есть предприятия, которым мы привязаны. В частности, у меня это РКК «Энергия». И, соответственно, после выпуска, или, возможно, уже в период обучения, я буду работать именно на предприятии «РКК «Энергия». Нет, я имел в виду, что, может быть, вы хотели бы стать кандидатом в космонавты, а потом стать как Валентина Терешкова? Рановато о таком задумываться. Я бы хотела делать космос пока на Земле. Никита, если положить руку на сердце, вы бы смогли стать космонавтом? Знаете, очень хочется в это верить. Я бы, честно говоря, с удовольствием полетел. Это прекрасно. Я бы не воспользовался. Мне кажется, все в ваших руках, потому что именно технические специалисты как раз высоко востребованы в этой сфере. Марина, скажите, будет ли продолжение подобной акции? То есть это, я так понимаю, впервые такое произошло, что студентов Бамонского мы отправили на Байконур, но будет ли эта акция получать развитие? Ну, в таком формате именно конкурсов и участие в запуске – это впервые, хотя, конечно, наши студенты в рамках своих образовательных программ ездят на космодром и знакомятся с той техникой, которая там представлена. Но нам тоже очень понравилось. Мы видим огромный интерес у студентов к этому проекту, поэтому будем разговаривать с Роскосмосом о таком же, либо о чем-то ином. Но, в общем, будем плотно сотрудничать для того, чтобы делать космос ближе для наших студентов. Ну что ж, мы желаем вам космического здоровья и вселенской любви. Утро первых. Мы продолжаем. Добрый день, здравствуйте. Откуда берется столько экспертов? Поясню, почему я так удивлен. Заходишь в интернет, под каждой статьей или видео обязательно разгорается дискуссия. Каждый участник – большой специалист в обсуждаемом вопросе, яростный, с пылом отстаивающий свою единственно верную точку зрения. При появлении коронавируса все стали вирусологами, потом экспертами по Казахстану, в феврале этого года – военными аналитиками и геополитиками. Вот и удивляюсь, откуда столько экспертов и насколько они владеют своим ремеслом. Давайте разбираться, психология нам в помощь. Во-первых, страна Советов так и осталась страной Советов даже после распада Советского Союза. Как там у классика, единственное, что мы готовы давать бесплатно, и даже когда нас не просят – это совет. Каждый имеет свое мнение и возможность его высказать. Естественно, люди этим пользуются, ярко и уверенно декларируя свою точку зрения. Иногда напоминаю Шарикова с его отобрать и поделить. Во-вторых, уверенность, с которой мнение высказано, никак не гарантирует компетентности эксперта. За высказанную в интернете точку зрения люди не несут ответственности. Если вы задали вопрос на, скажем, медицинском форуме и вам посоветовали какой-то препарат или способ лечения, то ответственность за этот совет несете вы сами. Если что-то пойдет не так, спросить будет не с кого. Сам виноват. Тут лучше обратиться к реальным врачам. Людям со специальным образованием, а не к школьникам за компьютером. Уверенно можно и глупость ляпнуть, причем порой опасную, так что стоит скептически и критично относиться к подобного рода экспертам. Та же ситуация и с политикой, и с медициной, со спортом, с воспитанием детей, с любой другой сферой жизни. Здесь уместно рассказать об эффекте Даннинга-Крюгера. Он заключается в том, что чем меньше человек компетентен в какой-то области, тем больше он склонен переоценивать свою компетентность. Например, чем хуже умеет думать, тем более умным себя считает. Просто потому, что не в силах увидеть свои ошибки. Или, скажем, как только мы получили права и начинаем водить машину, ездим поначалу осторожно, но примерно через год чувствуем себя уже асом и профессионалом своего дела. Обычно пик аварийности наступает как раз в это время, когда почувствовал себя профи. Немного узнал о воспитании детей и уже готов рассказывать опытным педагогам, что они все делают не так и ничего не понимают. К счастью, это проходит. Проходит тогда, когда человек реально становится профессионалом. И экспертом. Чем больше он понимает, тем больше ошибок у себя видит. Тем ярче понимает, насколько все сложно устроено и в каком объеме информации еще только предстоит разобраться. Эксперт более требователен и критичен по отношению к самому себе. Помните слова мудрейшего человека в мире, по мнению греков. Я знаю только то, что ничего не знаю. Вот это уже эксперт. Хотя не каждый, кто говорит, мне еще расти и расти до настоящих профессионалов, уже профессионал. В обратную сторону эта зависимость не работает. Зачем вы развернулись? Огонь! О, нет! В-третьих, вернемся в интернет. Неизвестно, кто с той стороны монитора высказал идею. Неизвестно, кто ее поддержал. Лайкнул, одобрительно прокомментировал. И мы иногда верим в правоту человека только потому, что видим эту поддержку. Забывай о том, что это интернет. Тут ты можешь сам себя поддержать под другим именем, логином и паролем или заказать такую поддержку при помощи ботов. Накрутки лайков и тому подобного. Нам нужно самим думать. Самим проверять предложенную нам информацию, невзирая на то, что 9 из 10 стоматологов рекомендуют эту пасту по результатам опроса производителя пасты. В-четвертых, стоит нам перейти на другой сайт или послушать другого блогера, придерживающегося иной точки зрения, мы увидим, что экспертов в комментариях как будто подменили. Все комментируют одобрительно и доказывают нам уже прямо противоположное. Что же случилось? Все просто. Эксперты в интернете чаще всего просто зрители, читатели, слушатели, обычные люди, такие же, как и мы. Их мнение ничуть не более ценно, чем наше. Верить им просто так не стоит, тем более учитывая относительную анонимность сети. Если вы реально видите подтверждение их экспертности, например, высказанное мнение по вопросам дизайна сопровождается сканом диплома и ссылкой на приличное портфолио. Да, к словам такого человека, специалиста, возможно, стоит отнестись более серьезно. А на сегодня пока все. Живите активно, действуйте разумно. Увидимся в следующий раз, если, конечно, нас не вычислят по IP9 стоматологов. Сегодня 24 марта. Напомню, Всемирный день борьбы с туберкулезом. Откуда берется это заболевание и как сделать так, чтобы избежать его? На эти и другие вопросы ответит наш гость. В студии «Утро первых» главный врач Калужского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Александрович Шишов. Андрей Александрович, доброе утро. Здравствуйте. Заболевание для нашего здоровья крайне опасное, но казалось бы, что с современными технологиями, методиками лечения мы уже его преодолели. Так ли это? Нет, к сожалению, Юрий, это не так. Мы его не преодолели. Заболевание действительно крайне опасное. И опасное оно тем, что оно, так скажем, очень сначала развивается совершенно незаметно. Вообще, да, начнем со статистики, чтобы доказать, что оно все-таки опасное. Всемирная организация здравоохранения говорит, что на сегодняшний день туберкулез, а туберкулез это инфекционное заболевание на сегодняшний день, одно из самых распространенных заболеваний на Земле. По статистике, каждый год в мире не менее 10 миллионов человек заболевает туберкулезом. И не менее 2 миллионов человек умирают от туберкулеза. Да, мы немножечко на фоне ковидной эры позабыли про туберкулезе. Туберкулез есть, его забывать нельзя. Именно в связи с этим, вот 24 марта, всемирный день борьбы с туберкулезом. Но мы, мы, я имею в виду здравоохранение и весь мир, надеемся, что когда-то, это 24 марта, будет называться всемирный день победы над туберкулезом. Мы тоже на это надеемся. Неутешительная статистика. 10 миллионов людей ежегодно заболевают. Наверняка есть группа риска, в том числе и среди наших зрителей. Я уже попомнил ее. Смотрите, туберкулез не зря называют социальным заболеванием. Потому что основным таким фактором риска это скученность населения, это антисанитарные условия, которые тоже еще во многих странах мира присутствуют и так далее, и так далее. Чтобы понять почему-то, надо понять, а как заболевает человек туберкулезом. Да, чтобы заболеть туберкулезом, достаточно просто пройти мимо человека, который уже болеет туберкулезом. А вот возвращаемся к чему-то, чем опасен. Вызывается палочкой Коха, да? Это микобактерия. Называется палочкой Коха по фамилии ученого, который впервые ее выделил из мокрота больного. А коварен он тем, что попадая в организм, чаще всего, надо сказать, что, когда мы говорим туберкулез, мы подразумеваем легкие. Это, на самом деле, не лишено смысла, потому что, наверное, в основном процентов 80 поражаются именно легкие. Но на самом деле туберкулез может быть и почек, и других органов, когда микобактерии туда попадают, и тоже поражает это все. Но чаще всего это легкие. Так вот, попадая в организм человека, она не проявляет себя сразу. И существует так называемое латентное носительство, латентное течение заболевания. Когда человек чувствует себя абсолютно нормально, у него ничего не болит, у него нет кашля, нет температуры, но он является носителем, и уже распространяет при кашле, при чихании, и даже при разговоре. И если помните, мы с вами когда-то говорили про ковид, и говорили, что социальное расстояние при ковиде полтора-два метра, то микобактерия туберкулеза способна распространяться даже при разговоре до 15 метров. То есть достаточно просто пройти мимо человека, который распространяет, и уже риск самому заразиться очень высок. Сама микобактерия крайне устойчива во внешней среде. Всушайтесь. В проточной воде, ну, в речной воде, так скажем, проще, она может выживать до полугода. В почве до двух лет. В пылинках вот в этих, да, то есть на которые она садится при разговоре, чихая, не кашля, до 10 суток она может... Но есть спасение. Солнце нас спасает. Она крайне неустойчива к ультрафиолету и погибает при ультрафиолетовых лучах за 1-2 минуты. Вот как раз об этом и хотел спросить. При такой опасности, при таком уровне заболеваемости, почему мы не так часто болеем туберкулезом? Слава богу. А вот здесь мы возвращаемся к нашим баранам, я бы так сказал, да. И еще раз напоминаем людям, что лучшая профилактика всех инфекционных заболеваний – это прививка. И надо сказать, что прививка от туберкулеза, во всяком случае, в национальный календарь нашей страны внесена. И слушайтесь, ее делают. Это вторая прививка, которую делают. Вторая прививка после того, как ребенок родился. Первая прививка – это гепатит, который делают в первые сутки. И на третьи и седьмые сутки ребенку прививка от туберкулеза. В семь лет она повторяется ревакцинацией, дальше больше не делается. Поэтому еще раз, ни в коем случае нельзя отказываться от прививок, от туберкулеза, потому что туберкулез есть. И второе. Мы с вами почему-то еще раз, я хочу призвать, не зря придумана диспансеризация. Да? Не зря вам говорят, что сходите, пройдите обследование. Сходите, пройдите. Не берут на работу без слюрографии. Для чего? А вот это и есть. Самая лучшая борьба с туберкулезом – это раннее выявление больных, изоляция и лечение. Так вот, а самое раннее выявление больных – это что? Это банальная флорография. Давайте уточним для наших зрителей. Вот мы начали прививаться туберкулеза, та самая прививка на Манту. Сколько лет уже и сколько лет назад мы получили эту вакцину, которая сегодня... Нет, это уже очень давно, на самом деле. Спасибо, да, изобретателям этой вакцины. Кстати, как вы сказали, Манту – это не прививка. Давайте мы не будем путать. Манту – это делается тест на то, чтобы определить... Кстати, Манту сейчас она не очень точная, есть еще другой диаскин-тест. Он точно показывает, есть ли у вас риск, что вы уже больны туберкулезом или нет. А Манту просто определяет, сталкивались ли вы. Это аллергическая реакция на антителак, который вырабатывается в ответ на палочку Коха, и просто определяет, нужно ли вам дальше обследоваться, есть ли риск того, что вы уже сталкивались. Сразу полезный совет. Какой размер должен быть реакция, для того, чтобы родители не тревожились? Смотрите, реакция должна быть. Реакция должна быть. Отсутствие реакции на Манту гораздо хуже, чем любая реакция. Вообще там 5-7 миллиметров. Вообще не родители должны это оценивать, для этого есть специально обученные люди, которые делают и потом смотрят, и оценивают, и при необходимости направляют на дальнейшее исследование. Мы, конечно, добавим сейчас тревожности нашим зрителям, но, тем не менее, давайте расскажем первые симптомы, которые возможно. Ну, первые симптомы давайте добавим, да, на самом деле это правильно. Ну, основными симптомами это упорный кашель, он может продолжаться 2-3 недели и так далее. Это периодический подъем температуры, это потери веса, ну, уже когда совсем уже открытой формы легочного туберкулеза, это кровохаркание. То есть, до этого допускать уже нельзя. Вот еще раз повторюсь, чем опасен туберкулез? До определенного момента он живет в человеке и не дает никаких проявлений. Человек уже, можно сказать, больной, он распространяет эти палочки коха, но сам чувствует себя абсолютно здоровым. Вот для этого еще раз, пускай это будет 101-й раз, я скажу, нельзя отказываться от флюорографии и от диспансеризации в целом, потому что это защищает ваше здоровье, потому что вовремя выявленный туберкулез, и который начали лечить, шансы, что его вылечат, очень высокие. Хотя лечить туберкулез крайне сложно, сейчас появляются уже микобактерии резистентные, то есть невосприимчивые практически к любым антибиотикам. То есть туберкулез эволюционирует? Любой микроорганизм хочет выжить, и он эволюционирует, это естественно. Андрей Александрович, спасибо огромное вам за то, что сегодня дали полезные советы и немножко встревожили, честно говоря. менять теперь точно. И проходим вакцинацию, и проверяемся, и делаем флюорографии. Будьте здоровы! Друзья, а мы движемся далее. На очереди блок «Первый вопрос». Передаю слово моему коллеге Владимиру Журавлеву. Как насчет разминки для вашего интеллекта? Настало время узнать ответ на вопрос, который я задал в прошлый раз. В конце 19 века один мошенник после выхода из тюрьмы работал барменом, артистом кабара и живым экспонатом, чем очень надоел лондонскому обществу. Угадав желание публики, этого человека нанял ассистентом Чарльз Морритт. Назовите профессию Моррита словом с удвоенной согласной. И правильный ответ – иллюзионист. Мошенник Артур Ортон приобрел дурную репутацию, обманом пытаясь получить чужое наследство. Публика шла на представление, чтобы увидеть, как исчезает презираемый всеми мошенник. Насколько точно отображает действительность известное всем выражение «природа отдыхает на детях гениев»? Для начала давайте разберемся, а кто такой гений? Уникам, светило, первооткрыватель – это далеко не все определения, которые устоялись в общественном сознании. Однако наука до сих пор не нашла универсальный способ измерять уровень интеллекта. Чего уж там говорить о гениальности? В поисках физиологического объяснения таланта ученые обнаружили ген NPTN, который контролирует плотность и толщину серого вещества в коре головного мозга. Да, он, безусловно, может оказать влияние на интеллект человека, но назвать его геном гениальности, как поступили в некоторых псевдонаучных статьях, сильное преувеличение, если не откровенное вранье. Но если нельзя получить научную характеристику гения, можно обратиться к интуитивным понятиям. Львиные доли лауреатов по физике, химии, биологии действительно перевернули научный мир. У Жанита наверняка могут считаться гениями. А как обстоят дела с их детьми? Можно ли утверждать, что матушка природа работает спустя рукава? Один из примеров, который ставит под сомнение народную мудрость, дочка физиков Пьера и Марио Пюри, Ирен, которая пошла по стопам родителей и получила Нобелевскую премию по химии. В эту пословицу не верил и некий бизнесмен Роберт Грэгхем, который пытался вывести расу сверхлюдей с помощью донорского биоматериала выдающихся ученых. Процедура была секретной, но по некоторым сведениям он позаимствовал материал у 20 обладателей Нобелевских премий и других талантливых людей. К сожалению, а может быть и к счастью, Грэгхем потерпел неудачу. Из 200 детей, родившихся от выдающихся отцов, только один выделялся своим талантом и интеллектом. Но о дальнейшей его судьбе ничего не известно. Штука в том, что механизм наследования во многом похож на русскую рулетку и называется он законом независимого наследования признаков. Во время дробления клетки зиготы, из которой появляется новый человек, созревание получившихся клеток проходит независимо друг от друга, что может привести к появлению человека в комбинации генов, отличающихся не только от родительских, но и прародительских. Так что говорить, что природа отдыхает на детях гениев, несправедливо. Это мнение появилось скорее из частных случаев. Во-первых, рождение даже самого заурядного человека с точки зрения биологии ничем не отличается от появления гения. А во-вторых, всегда есть шанс, что какому-нибудь ребенку гения повезет даже больше, чем его родителям. А сама по себе гениальность – это скорее плод труда и упорства, нежели божья искра. Ну что, проверим вашу гениальность моим следующим вопросом. Персонаж одного российского мультфильма представляет собой ожившую картину и служит порталом для других героев из мира искусства. Кстати, этот персонаж отличается специфическим чувством юмора. Назовите эту картину. На сегодня все. Увидимся через неделю. И помните, ничто не мешает человеку завтра стать умнее, чем он был вчера. Пока. Становимся умнее, становимся просвещеннее благодаря новостям, которые рассказывает программа «Утро первых». Поехали. В марте госуслуги станут удобнее. До конца месяца запустят новую версию мобильного приложения. Минцифры России заверяют, что оно станет проще и удобнее. Кроме того, госуслугам добавят более надежную защиту при работе с порталом. Это позволит обезопасить аккаунты россиян от взломов. Южная Корея приняла решение возобновить безвизовый режим посещения для 25 стран мира, включая Россию. Отмечено, что с 1 апреля наши граждане могут въезжать в республику, оформив электронное разрешение на въезд. Правда, на настоящий момент дата начала приема заявлений не определена. В сценарии фильма «Солярис» Андрея Тарковского выставлен на аукцион за 4,5 миллиона рублей. Торги приурочены к 90-летию со дня рождения режиссера. Сценарий насчитывает 90 листов. На них множество поправок, сделанных Тарковским и соавтором сценария Фридрихом Горенштейном. Всего на аукцион будут выставлены более 50 лотов, включая фото со сумочной площадки и первое издание книги «Солярис». А мы напоминаем, в рамках международного кинофестиваля «Цолковский» картину покажут в Калужском доме музыки 13 апреля. Портрет Мэрилин Монро выставят за рекордные 200 миллионов долларов. Картина может стать самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на торгах. Портрет выполнен художником Энди Орхолом. При написании картины он вдохновлялся фотографиями актрисы, сделанной на съемках фильма «Ниагара». Все полученные от продажи средства планируют отдать в фонд помощи детям. Теплая солнечная погода в Калуге к концу недели сменится порывистым ветром и снегопадами. Антициклон принесет обильные осадки, местами выпадет более третьей месячной нормы снега. В воскресенье поднимется сильный ветер с порывами до 17-20 метров в секунду. Температура опустится до минус 1 градуса. До конца марта синоптики прогнозируют дожди и снегопады, а температуру около 0 градусов. Поэтому менять зимнюю резину автомобилистам пока не нужно. Министерство образования рекомендует установить в 2022 году единый день проведения выпускных мероприятий. Поэтому торжественное шествие в Калуге пройдет 25 июня. А вот последние звонки пройдут в разные дни. Для выпускников 9 класса 18 мая, для 11 классов 25. А сейчас отличные новости для любителей хорошей поэзии. Калужский дом музыки проводит творческие встречи 29 марта. Свои стихи будет читать Петр Катериничек. Вот писатель, с творчеством которого мы знакомы, сегодня в нашей студии. Я считаю, что нам крайне повезло. Поэтому встречайте Петр Катериничек в студии «Утро первого». Здравствуйте, добро утро. Да, мы давно не встречались. Я даже сейчас помню, мы встречались на День писателя. Года сколько-то назад, сколько-то лет назад. А сейчас просто мне посоветовать. Дело в том, что кроме романов и рассказов, я пишу стихи и когда-то писал песни. Вот это для нас и явилось для многих новостью, потому что мы привыкли, что вы мастер прозы и ваши большие произведения, в том числе экранизированные, о них мы поговорим сегодня обязательно. Но здесь поэтика. Когда вы нашли время для того, чтобы создать целый цикл, который будет потом выражен в концерт 29 марта? Ну, целый цикл, он не будет выражен, но я думаю, чтобы люди не скучали, я стихов 10 возьму. Ну, гениальные, выберу, которые гениальные, потому что стихов, наверное, килограмма 4,5. Из них не все гениальные. А песни, и я их на память не помню, я их записывал, выкладывал в этот самый, в какой-нибудь... В социальную сеть? Да, в социальную сеть и забывал. И сейчас я их вообще... Ну, где-то найду, там распечатаю пяток стихов. Многие стихи, я же наглый, штук 300. Я опубликовал в книгах, а поскольку книг у меня тираж 3,5 миллиона только в бумаге, и скачать их можно бесплатно с 30 миллионов сайтов, это, конечно, радует, такая известность, но не радует... Задавил просто цифрами, количеством тиражей. Да я сам их задавлен. Вот, так что там будут в основном, кому интересно, будут в основном песни, которые я писал, стихи одновременно с музыкой, вот, и те, которые написаны до 30 лет. Давайте тогда откроем страничку, о чем будут эти стихи, о чем будут эти песни, какую тему вы выбрали как первую тему и важнейшую. Стихи, песни и стихи, я лично, чтобы не запутаться, делю на три части. Первая – это исторические, а Руси я все-таки страх закончил, да, там. Хотя проходит время, и они не становятся менее актуальными, к сожалению. Вот те стихи, которые я написал в 82-м, 84-м году. Случаются то, что случается. Актуальны. Да. Вот, хотя я писал вроде как про историю. Вот, что касается... Вторая часть, да, есть, конечно, песни баллады, они длинные. И поэтому мы есть второе деление, длинные и короткие, короткие и длинные. Когда где-то на радио еще где-то, я говорю, что вам, стих, песни? Да, только коротенькую, я говорю, одну чатерастившую в запасе. Вот, и, естественно, про любовь, потому что о чем еще может писать человек, кроме как про любовь. И про расставание, потому что в моей жизни... Вот мы в прошлый раз говорили о прозе, я говорю, с чего начинается любая проза? Да, с того, что происходит какое-то событие, которого человек не ожидал. Распадается семья, его увольняют с работы. Я не про себя говорил. Актуально для нашего времени, актуально. Актуально для нашего времени совершенно, и человек тогда проявляет свои или лучшие, или худшие качества. Ну, а такой, как я, кроме всего прочего, какие-то свои чувства излагают в стихотворной форме. А если я вас попрошу вот это самое четверостишее зачитать, вы мне не откажете? Не откажу, нет. Не скажете, Юра, при следующей встрече. Нам нечего делить, нам незачем делиться судьбами, Друг друга обвинять, друг другу становиться судьями. Грешны и не грешны, пред будущим равны по-прежнему. Сегодня заодно пьем терпкое вино от снежников. Да, попадает в наше время как никогда. Да, а теперь о прозе, о романах, действительно огромное достижение. Мне кажется, сейчас как представитель другого поколения. Это экранизация «Медвежья охота», где сыграл Ливанов и Тарган. Вы были на съемочной площадке, и как, давайте еще раз напомним, как случилось так, что произошла экранизация? Случилось просто. Продюсер зашел в книжный магазин, как раз вышли книжки, они обычно сериями издавались в новой хорошей серии в оформлении Артемия Лебедева. Она увидела эти книжки, купила, прочитала одну или аннотацию к ней, позвонила мне и сказала, давайте мы купим у вас права и напишите сценарий. Ну, я до этого работал на Мосфильме, и директор студии «Союз», где, кстати, Тарковский снимал, где-то он мне сказал, «Петя, это самый общепринятый обман в кинобизнесе, дешево купить права и не дать писать сценарий». Ну, со мной так и вышло, но я потом подумал, пусть будет фильм. Мне фильм, я тогда говорил, он мне не очень понравился, потому что сценарий я бы лучше написал. Вот реально, я бы лучше написал. Единственное, все говорили, вот, это самое, конечно, вы построились под события, забывая о том, что роман был написан за 8 лет до начала событий, о которых рассказывается в фильме. Но он и сейчас актуален. Как и всегда, как и все ваши произведения. Вот вы обмолвились о том, что оформлением книги занимался Артемий Лебедев. Что? Оформлением книги занимался Артемий Лебедев. Ну, я об этом случайно знал. То есть это такое случайное событие? Нет, просто я сказал издателю, хватит рисовать на моих книгах. И ему сказал очень хороший редактор, очень хороший редактор, который редактировал, ну, классиков Распутина, там, еще чего-то. Он сказал, что ты постоянно Катерине чего-то пихаешь в какой-то боевик, в это, в какую-то эту. Он просто хороший писатель, сделай ему хорошие обложки. Вот. И он обратился к Артемию Лебедеву, и тот лично руку приложил. Он говорит, не то, что его студия, он лично руку приложил. Я говорю, ну, теперь все, книжку поставлю в углу и буду, но... О полезных можно делах спрошу вас, которые вы делали в 90-х. Вы были в Сингапуре и Австралии с гуманитарной миссией. Ну, да. Принимали участие. Да. А что самое ценное, и в чем заключалась эта гуманитарная миссия? Ну, если честно, просто мы возили туда чернобыльских детей. Нужен был человек, которому не старше 35-ти, с отличным знанием английского, обаятельный, умный. На кого это вы намекаете, интересно? Да, 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 я уже прошел этот период. Так что, вот, и меня взяли, да, я подходил с группой детей, как бы, да. Но потом получилось, что я там с астралийцами подружился. Я там выступал в разных их клубах закрытых, типа ротари-клубах. Закончил с тем, что они меня пригласили туда жить вместе с семьей. Я говорю, ребята, как? Это же так далеко. Это на самом деле, конечно, тогда там было здорово. Не знаю, как сейчас. Тогда там было здорово. Они сказали, Петр, ну, мы же тебя приглашаем. А приглашал председателя Национального банка Австралии. Он руководил вот этим клубом ротари. Я говорю, ну, я подумаю. А сам про себя подумал. Ребята, у вас тут хорошо. У них, как у нас, прибрежнее, только богато. Но у нас лучше. У нас лучше, конечно. Я им вторую фразу не сказал. Если я у вас останусь, мне станет так скучно, что я забухаю сразу, потому что, ну что, ну все, я это уже видел. Я при этом уже жил. А у нас в 90-е на самом деле, да, где-то было опасно, где-то было еще как-то. Но было, во-первых, не скучно, во-вторых, над тобой было небо. Ты знал, что ты можешь все. Вот на этой мысли мы и завершим сегодняшнюю беседу. Как перекликаются все события в вашей жизни с актуальными событиями, происходящими сегодня. Спасибо вам огромное, что сегодня были с нами и показали, что история циклична. Юра, спасибо вам, да. Не уходите, пожалуйста. Пока, друзья. Мы движемся далее. На очереди блок в тренде. Передаю слово моей коллеге Марине Васильевне. Всем привет, и вы в тренде. В одном из первых выпусков мы наблюдали за девушкой, которой не очень удачно сделали коррекцию бровей. Ну а теперь на ее место пришла более молодая красотка. О, мой бог. Эффект достигнут, папа в шоке. Комментаторы тоже смеются над ситуацией, но все же уточняют, не вредна ли такая процедура малышке. Мама успокоила, что это всего лишь детская пальчиковая краска, которая смывается в два счета. Другая модница Кэти Стурина считает, что выдающиеся женские формы в моде не помеха. Блогер видит, что многие дамы комплексуют из-за несовершенного тела, смотря на загламуренных девушек в социальных сетях и обложках модных журналов. Чтобы бороться со стереотипами, Кэти готова просмотреть множество фотографий знаменитостей и примерить на себя их одежду. Таким образом она показывает, что женщина любых форм и размеров может чаголять в образах голливудских звезд и выглядеть при этом не хуже. Только нужно уметь подбирать модные луки. А в этом вам поможет блогер «Утро первых» Ольга Нестерова. Каждую неделю она рассказывает, как быть в стиле первых. Ароматные грибочки, подкисшее молоко и сочный ананас. Странноватый набор продуктов, правда? А при том, что в стиле первых блог о моде ситуация кажется еще более странной. Причем тут еда. О, я готова вас удивить! Мой аппетитный фэшн-привет! И сегодня мы познакомимся с тканями и материалами, произведенными из самого неожиданного сырья. И если вы еще не подобрали весенний гардероб, то бегом к экранам и смотреть, что вам посоветует наш стилист. А теперь к тем, кто всегда привлекает внимание, независимо от трендов. Пудель по кличке Уолтер. Его хозяйка Джессика с помощью краски и стрижки превращает трехлетнего любимца в причудливых персонажей. Не беспокойтесь, все используемые материалы безопасны для здоровья пса и быстро смываются. Однако, стоит отметить, процедура не из дешевых. Джессика тратит 1300 долларов в год. Но она уверена, что Уолтер достоин того, чтобы притягивать к себе все взгляды. А вот калужский Джек Рассел, Честер, красоту не наводит, но зато упорно тренируется. Вот она прелесть вечерней прогулки. И покачался, и аппетитно гулял. На этом все. До скорых встреч. Следите за нами и, естественно, оставайтесь в тренде. Как музыка развивает в ребенке разностороннюю личность? Этим вопросом озадачивался мой коллега Николай Фомуш. Он пригласил к себе в блог молодой папа Ольгу Полежаеву, преподавателя хоровых дисциплин музыкального колледжа имени Танеева. Давайте узнаем, как же все-таки правильно развивать своего ребенка с помощью музыки. Доброе утро. В эфире вновь рубрика «Молодой папа». Здесь мы общаемся со специалистами разных сфер о воспитании и развитии детей. Так уж получилось, что многие дети любят петь или что-то напевать. Но как выделить талант и как это можно развить, мы узнаем у специалиста. Преподавателя хоровых дисциплин колледжа Танеева, руководителя хоровых коллективов Полежаевой Ольги Валентиновны. Ольга Валентиновна, доброе утро. Доброе утро. Все-таки пение, мы про это поговорим, это талант или это навык, который можно развить и в принципе можно отдать ребенка без особого слуха и голоса, и это будет хорошо и полезно? Я бы сказала, что сейчас родители достаточно оснащены знаниями, что дает пение и вообще музыка в развитии ребенка. И мне кажется, что на этапе младшего возраста нужно учить всех это, безусловно. И пение, собственно говоря, это не как какой-то дальнейший результат, а это как этап развития личности всесторонней. И, конечно же, хочется сказать, что дает мозгу, собственно говоря, пение или просто музыка. Да, как мы сразу так переходим в тему нейропсихологии. Однозначно, я бы хотела с этого начать. Вот, супер. А с какого возраста, в принципе, имеет смысл наш разговор для родителей? Ну, я бы сказала, чем раньше, тем лучше, потому что все, что заложено генами, то должно сразу выход находить. И чем чаще мама, папа, бабушка и все окружающие поют ребенку, тем и выход его способностей, или даже просто навыка, да, интонирование, слышание, он будет заметен сразу. Как говорят японцы, после трех уже поздно. И поэтому чем раньше, тем лучше, конечно. Ну, вот мы ему два, и он немножко напевает песню из длинных музыкантов. Надо петь бесконечно, я бы сказала. Итак, все-таки вы говорите, что это развитие мозга. Да. Как пение, музыка помогает сформировать личность, по вашему мнению? Ну, вот поскольку об этом сейчас много можно читать, вот эти нейросвязи, которые изучаются до сих пор, и мозг как бы находится под наблюдением, это такая активная работа правого полушария, которая развивается, ну, довольно сложно. И чем больше мы загружаем его разными навыками, слуховыми ли, аналитическими, исполнительскими, развиваем его воображение, ритмическое чувство, слышание, артикуляцию, дыхание и так далее, я могу долго-долго перечислять, что дает, собственно, и пение, и музыка в развитии ребенку. И если мама и папа это прекрасно понимают, они как можно раньше приведут ребенка в какую-то эстетическую сферу. Эстетическую сферу, все-таки, вот мы с вами говорим про хоровое пение. Да, про пение. Еще же есть, ну, музыкальная школа, то есть это как-то конкурирует? Нет, это все взаимосвязано, да, все взаимосвязано. За рубежом ребенок с двух лет начинает петь, ребенку уже вводят разные кружки. Почему я говорю про за рубеж? Потому что у них это как бы, кроме детсадовского какого-то обучения, у них это отдельное направление. И чем оно отличается? Тем, что ребенок очень долго поет, практически лет до девяти. То есть его еще не нагружают игрой на инструменте, и там сельфеджио, и другими какими-то знаниями. Он просто поет. А поскольку культура нашего народа, она синкретична, я двигаюсь, пою, воображаю, играю, разыгрываю. То, чем раньше это будет под наблюдением специалиста, под, так скажем, корректировкой, подведением, тем навыки будут проявлены гораздо раньше. А вот вы сказали, эстетическое развитие, загружаем правое полушарие мозга. Но, насколько я понимаю, это же может быть полезно для развития лицевых мышц, дыхания. Может быть, есть какие-то системы упражнений, и, в принципе, могут даже что-то родители использовать из этого? Или это такая закрытая элитарная сфера и только преподаватель? Нет, абсолютно не закрытая. Но, во-первых, я бы вообще посоветовала послушать несколько лекций черниговской о связи музыки, мозга и пения. Там она со своим профессиональным языком говорит о том, что, в принципе, мозг – это и есть музыка. Потому что все процессы, которые там происходят, они очень тонкие, они между собой взаимосвязаны, они находятся под изучением. Каждый, например, специалист в своей области будет рекомендовать пение. Логопед будет рекомендовать, поскольку это развитие речи, артикуляция, всё такое. А вот как, по вашему мнению, всё-таки, как специалиста, педагога, ребёнок, который поёт, это вот талант или это всё можно развить? Это нужно развивать. И я вот знаю школы в Москве, знаменитые там непоседы и прочие-прочие, нам больше известны по эстрадному жанру. Они обязательно берут детей не только тех, у кого есть дар, они берут всех. И мы берём всех. И вообще, я так понимаю, что сейчас пошла такая тенденция. Мы берём всех детей, и талант обнаружить невозможно ни в какой сфере. И поскольку, чем больше мы будем нагружать эту эстетическую составляющую, развивая дыхание, у нас там несколько типов, развивая артикуляцию, куча разных упражнений есть. Есть фенопедические упражнения до постановки голоса. И вообще, это, собственно говоря, до трёх лет – это просто коррекция. А что, собственно, называется талантом? Скорее всего, это уже на этапе 15 лет, когда уже понятно, что ребёнок без этого жить не может. Я считаю, что 90% таланта – это всё-таки пристрастие к тому, чем ты занимаешься. Дисциплина, упражнения. Да, упражнения, дисциплина, интерес, бесконечный труд, который вызывает радость. Есть ли какие-то критерии, чтобы отделить вот это родительское умиление от выявления каких-то вещей, когда действительно, может быть, попробовать его отдать? Это будет не просто полезно, но и, возможно, это Анна Нетребко. Нетребку нужно воспитать, прежде всего, да, и подождать, пока у неё сформируется аппарат. Потому что ребёнок приходит, когда у него просто нет связок с крещением и чего подобного. Но я бы сказала, что вот нынешний молодой папа или мама, они сразу видят Нетребко. Конечно. Да, они сразу видят. То есть ещё ребёнок, мне кажется, они ещё видят это на УЗИ, на первом. Да, на УЗИ, точно. И вообще нужно было сказать, у меня там бабушка в 10-м поколении пела, да, вот, скорее всего, это будет Нетребко. И это прекрасно, потому что, по сути дела, воспитатель или учитель, он вряд ли может сам полномерно, да, отдавать свой талант для того, чтобы ребёнок развивался. Прежде всего, это интерес родителей. Я хочу, чтобы он пел, играл, танцевал, ну и тому подобное. Весь спектр ему дать, а потом он уже выбирает. Мне очень нравятся молодые родители в этом смысле. Потому что они пытаются во всех сферах по полной программе ребёнка загрузить, и он потом уже выбирает, что ему нужно. А вот просто про музыкальную школу, про инструменты, вот ходят там такие легенды, что дети и ходят туда, но потом всю жизнь ненавидят этот там фортепиано, гитару или что-то. А вот про хоровое пение можно такое сказать? Если вот ребёнку не идёт, даже при том, у него получается, но он не хочет, надо ли здесь передавить, по вашему мнению, как педагога? Или лучше вот не сеять вот эту ненависть к прекрасному? Ну да, это такой очень болезненный вопрос. Вы всегда задают, что делать, если мой ребёнок вдруг в переходном возрасте говорит, я не пойду. И в данном случае тут нужно включать резервы и педагогические, потому что всё-таки нужен подход индивидуальный. Психологические, потому что психолог должен сказать, в чём проблема и на каком этапе развития ребёнка находится. Ну и родительские в том числе. Если он видит, что мой замечательный мальчик или девочка будет математиком, но ему нужно для развития его психики, дыхания, артипуляции, остаться в этом жанре, то, безусловно, он будет как-то располагать ребёнка к этому. Я могу сказать, что вот именно хоровое пение, оно чудесным образом влияет особенно на мальчиков, что они не уходят из хора. Иногда они говорят, я не буду играть на инструменте, и тут начинается скандал. Но хор это святое. Ну, знаете, я так думаю, что процентов, наверное, 60 зависит от педагога. Если я их, ну, как бы, веду к цели конкурсов, там, ещё чего-то, и ребёнок в данном случае инструмент, то, возможно, он может и уйти. А если позиция педагога развивать ребёнка, какой бы он ни был, и видеть в нём, ну, не специалиста, музыканта, но, во всяком случае, человек, который это будет любить, понимать и будет иметь этот музыкальный код. Да, ведь всё-таки знание музыки и владение голосом мы же учимся отличать не только полтона, но и четвертьтона, и восьмую, и слышать зону звука. И ребёнок понимает, что он владеет этим чудесным кодом. И когда он приходит родителям, говорят, вот мы сегодня учили, а для мамы это червячки на белой бумаге. Проще анализировать Моргенштерна. Ну, да. А вы знаете, я очень люблю петь и абсолютно не умею. И я всегда считал, что для меня хор это выход, потому что талантливые ребята меня усреднят, и как бы можно сочкануть. Так ли это, или, в принципе, в хоре один за всех, все за одного, или там, может быть, паршивый овца стадо не испортит? Нет, опять же, это зависит от педагога, какой он ставит цель. Если вот этот паршивый овца, как вы говорите, мешает педагогу, то ребёнок это чувствует. И он, скорее всего, скажет, ну, мама, я там не способен. Если он видит в этом личность и видит, что интересно в это время этому ребёнку, мальчику или девочку, я думаю, он не уйдёт никуда. Во-первых, потому что он понимает, как он много чего понимает в этом. Во-вторых, как мой голос звучит. Вы знаете, что это такая вот, ну, так мальчик, голоса, да? И я бы сказала, волшебство, я вдруг пою. Причём это физическая зависимость от качества своего пения. Многие певцы, когда уже сильно в возрасте, и уже им вроде как пора уходить, но они никто не могут уйти, потому что это колебания внутри собственного мозга. Это такой наркотик. Если я уже очень маленьким понимаю, я звучу, мне нравится, я через голос и пластику передаю своё слышание и видение. Я думаю, ребёнок никуда не уйдет. Спасибо большое. Я думаю, что мы можем резюмировать, что это не просто развитие таланта, каких-то вещей, но это просто полезно. Это необходимо. Это необходимо. Поставим на эту точку. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Ну, а вам, уважаемые зрители, я желаю, конечно, отличного дня. Оставайтесь вместе с нами, вместе с Утро Первых. Пока. Действительно, нам пришло время прощаться, но это только на сегодня. Обязательно встретимся с вами в пятницу с 7 до 9. Желаем вам сегодня отличного настроения и сил для того, чтобы преодолеть все неизгоды, которые, возможно, встретятся в этот четверг. С вами был Юрий Глайн. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова